друзья всем привет сегодняшнее видео будет про кормление щеглов гибридов и канареек тоже я думаю от этого зерна канарейки не откажутся вчера катались на велосипедах по полям там подсолнух спеет в общем обратил я внимание на конский щавель я раньше слышал что конский щавель можно давать щеглам всяким диким птицам лесным перчим гибридом в том числе но и поскольку у меня есть один хороший щеглов я сорвал ему один кустик этого конского щавля думаю дай попробую своему щеглу предложу ну и в будущем планирую заняться еще помимо гибридизации хочу попробовать разведения щеглов именно вот щеглов разведения в домашних условиях потому как в узких кругах ходят слухи что гибридизация это якобы как бы ну не особо высший пилотаж а вот щеглы домашнего разведения да еще если они будут ручные то это просто будет очень красиво очень достойно мы стал я подумывать сейчас у нас середина лета местами появляются в некоторых городах щеглята которые называют которые из гнезда только выпали в общем молодые щеглята забыл название как называются в общем думаю сейчас на своего щегла он у меня еще уже одомашненный получится февраля и буду на него ловить как ловля начнется разрешат ловлю там в конце сентября по моему в конце лета то есть в конце лета в начале сентября начнется ловля ну и попробую а слетки щеглята слетки поймаю несколько слетков вы выращиваю их они у меня будут домашние полностью ручные потом сделаю какой-нибудь вольер там или клетку специальную и попробую разводить щеглов домашнего разведения в общем друзья сейчас я вам покажу конский щавель я вчера принес вечером вставил в клетку сегодня утром обнаружил что щегол покушал там прям видно что семян нету и на полу нет семян я так понял что щегол съел так что друзья запасайте своим щеглам щеглятам гибридом слеткам там у кого кто у кого есть запасайтесь конским щавлем сейчас я вам покажу как он выглядит так что друзья пойдем в общем у меня вот такая обстановка сегодня вы видите вентилятор я его в данный момент выключил потому что ночью был хороший дождь и температура воздуха упала 37 здесь было 37 сейчас уже 27 то есть тут комфортно хорошо вот обратите внимание я установил конский щавель друзья но такую вот ветку я отломал вот вот эта ветка конского щавля затем пришел сюда открыл к эту дверцу с утра сегодня пришел контролировать и смотрите вот видите здесь семена есть 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 а вот тут уже пошли семена отсутствует то есть щегол покушал но я думаю если всего кушал канареечка смотрела то со временем просто я своим канарейкам ни разу никогда не давал конский щавель я не знал что его надо давать вернее что его можно давать так если с вами поделюсь то что я знаю в общем конский щавель содержит дубильные вещества дубильные вещества это они отвечают или как вам правильно сказать они скрепляют стул то есть много конского щавля нельзя потому что у птиц будет запор хорошо давать конский щавель при поносе при разжижении помета ну допустим там что-то птица покушает что-то пойдет не так и пищеварение будет жидкое вы предлагаете конский щавель поэтому можно его использовать или немножко добавлять зерносмесь чтобы он там был всегда в небольшом количестве или запастись такими метелочками такими метелочками запастись и периодически давать или по или давать по мере надобности то есть уже смотрите сами вот так выглядит этот конский щавель крупным планом вот вам видно друзья степень зрелости может быть разная вот такие вот чешуинки похоже на чешуйку или как гречка что-то между гречкой и чешуйкой и вот там внутри есть маленькая маленькая семечка вот там внутри есть маленькая семечка а вот кстати я и добыл уже и семечку да вот такая она ну получается наверное чуть больше маковинки в общем друзья запасайтесь конским щавлем сейчас я разжую попробую даже на вкус на вкус абсолютно а да немножко терпки вот сейчас я семечку разжевал и терпкость на языке почувствовалась так что я хочу сказать запасайтесь конским щавлем я думаю вам понадобится пригодится во первых вы разнообразите питание своих щегляд своих гибридов в канареек тоже разнообразите питание затем вы обогатите обогатите рацион своего питомца то есть он у вас будет получать не только там рапс канареечный семя лен просох еще будет конский щавель допустим мака немножко можно добавить там семена дуанчика я ранее показывал то я там запасался будем их присыпать вот ну и в трудную минуту жизни вашего щегла я думаю конский щавель выручит ваш трудная минута жизни это я имею то что допустим не дай бог случится там по нос там или что-то еще сейчас я вам покажу своего щегленка вот друзья вот такая у меня парочка такая у меня парочка щеголка нарейка в паровку они не пошли в этом году посмотрим что будет на следующий год в общем как что новости какие у меня появятся сразу выйду в эфир вам покажу расскажу по поводу кормления по поводу чем чем запастись да и почему я сейчас затронул эту тему потому как собираюсь я завести щеглов этих слетков поймать но прежде чем собраться нужно подготовить кормовую базу будет у меня хорошая кормовая база тогда я смогу уже позволить себе содержать щеглов и кормить их нормальной едой чтобы они не сидели допустим на просо на одном рапсе в общем чтобы они не сидели на одном канареечном семье друзья до скорой встречи продолжение следует не забудьте подписаться